Приветствую вас, друзья! Осталось всего лишь 7 часов до окончания действия MVP паков. Да, они имеют ограниченный срок действия, вы об этом, наверное, прекрасно знаете. И давайте посмотрим, может быть, они стали более везущими в конце своей жизни, скажем так, потому что, когда они только появились, они были чертовски стремными. Вы помните, что можно было открывать кучу паков и там выпадало сплошное серебро, изредка выпадало золото. Мы откроем 10 паков, один бокс и посмотрим, что же происходит сейчас. У меня есть планы на этот четверг, когда выйдут паки ТБТ. Я их тоже планирую открыть. Посмотрим, что с ТБТ паками нынче. Итак, Девин Пукер, ну ничего хорошего вообще, конечно. Этот пак стоит примерно полторы тысячи в минус, соответственно. Смотрим дальше. То же самое, то же самое, ребят. Бэйджи отстойные, игрок тоже. Ничего хорошего. Номер 3. То же самое. Слушайте, ну вообще позор, конечно. Три раза по полторы тысячи МТ. Это не серьезно вообще. Кстати, дела в этом плане лучше обстоят. Вон Баалайфе видел открытие паков. Ты когда открываешь там, покупаешь бокс, бокс, как здесь, то тебе гарантированно дают игрока 88 оверл плюс. Причем там есть сигначи, так называемые, плеерс. То есть некие подписные карточки. Они лучше, чем регулярные, скажем так, карты. То есть ты гарантированно, покупая пак, чаще всего за донат, ты гарантированно получаешь нормального игрока. Опять полное говнецо стоимостью. Даже, наверное, меньше, чем полторы тысячи МТ. Ну это позор, конечно, ребят. Ну что такое? Что за паки? Как людям попадают шутеронилы даймондовые, скажите мне. Где они их берут? Джеральд Хендерсон. Еще один бомж. Окей. Пока что все по полторы тысячи МТ. Это самые минусовые паки, наверное, которые я открывал когда-либо. Первый нормальный пак, Transition Finisher. Этот бейдж стоит порядка двух, наверное, тысяч МТ. Один бейдж. Ну вот этот подтянет где-то три с половиной, наверное. Это первый окупившийся пак. Первый. Смотрим, что будет дальше. Может быть, все-таки. Окей. Соизволит как-то вознаградить меня за такое частое открытие паков. Минус. Минус, друзья. Давай, дружище. Ну, помните, да? Эти паки я назвал Free Agent Packs. Ну, похоже, все-таки это близко к истине. Сплошные Free Agent. Такое впечатление, что их реально нужно было переименовать. Я не понимаю, почему такое количество мусора у них выпадает. То же самое. Полторы тысячи МТ. Потрясающе. Еще ни одного золотого игрока не было. Ни одного. Но это мусор, ребята. Это не паки. Это мусор какой-то. Серьезно. Наконец-то. Первый нормальный игрок. Гленн Райс. Отлично. Вот это и повод. Повод, на самом деле, поиграть. Наконец-то. Неужели? Оф. Оф. Да. Да-да-да. Давайте посмотрим на этого парня. Чем хороши MVP паки, для тех, кто, может быть, еще не знает. Дело в том, что... Так, он SF, да, у нас? SF, SF, SF. М-м-м. Ну, наверное, все-таки лучше его сюда поставить. Те, кто не в курсе, прелесть MVP пака в том, что они идут заранее с прокачанными бейджами. Например, у Гленна Райса, сразу видите, да, обратите внимание, 3 серебряных, 7 золотых бейджей. Это очень хорошо. То есть, тебе не нужно инвестировать. И причем бейджи-то замечательные. Microwave, Unfaced, Corner Specialist, Dead Die, Limitless Range, Shot Creator. Это самые дорогие бейджи. Самые дорогие, вообще. Супер, вообще. Акробат. Не очень дорогой. Тысячу стоит. Hustle Points. Relentless Finisher даже есть. Ну, шикарные бейджи. Серьезно. Это то, что мне нужно сейчас. Это реально повод. Повод сыграть, наверное. Причем, очень хороший повод. Можно... По-любому нам надо будет организовать стрим. Наверное, даже завтра. Слушайте, я в шоке. Давайте посмотрим, сколько он стоит на рынке. Потому что я этого не ожидал. Такой мусор падал вообще постоянно. И тут бац. Просто. Я сейчас не буду открывать больше. Потому что... Ну, по теории и вероятности, сейчас я открою 500 тысяч мт, и мне ничего не выпадет по-любому. Слушайте, а что он такой дешевый? Почему мне постоянно падают какие-нибудь дешевые аметисты? Черт побери. Ну, это несерьезно, ребят. Ну, как так-то? Я думал, я его сейчас продам за 500 примерно. Ну, надо придержать, ребят. Вот сейчас, если вам выпадает такая карта, ее ни в коем случае нельзя продавать. Вы должны ее продать потом. Ну, раз уж мне так повезло, наверное, все-таки можно попытать счастье и открыть еще одну пачку паков. Ну, я реально рад. Хотя бы этому, да. Хотя бы 70, там, 1000 мт, оправдались. Это уже плюс. Все, давайте еще один пак открываем. Будем закругляться. Может быть, мне попадет даймонд какой-нибудь. Гленд Райс оправдал. Оправдал, естественно. Хаким Ноа. Я думаю, что есть смысл продавать, если вам попадает даймондовый игрок сейчас. И то через ставку. Начиная стартовая ставка миллион и попер. Вот это в этом есть смысл. Рей Ален, кстати. Но эта карта еще неплохая, на самом деле. Не такая плохая, как другие. Хотя там же есть какой-то ТБТ. Рей Ален, по-моему, серебряный. Он гораздо лучше. Шон Ливингстон. В принципе, для серебра неплохо. Ну, хотя бы не только фри-эдженты, да, попадают. То есть... Почему столько много серебра, ребят? Почему? Дайте нормальных пацанов. Не серебро же одно давать. Серьезно. Винс Картер. Винс Картер. Так. Аплай контракт. И... Я даже не знаю, на кого... Так, где он? На Уитски. Давай на Уитски. У меня уже перебор по контрактам. Видимо, Гленн Райс очень часто выпадает из этих паков. Просто стоит 70 всего лишь тысяч. Неплохой бейдж. Дефенсив Крэшер. Ну, понятно, что Майл Стернер не стоит больше, чем 1000. МТ. Так. Кому? Кто у нас? Бесконтрактный-то. Джоди Микс. Еще один тролль. Есть такие вот тролль-карты. Так. Отправить его на аукцион, естественно. Подождите, он у меня есть уже. Он уже два раза попался сегодня. Замечательно просто. Давайте потом этим разберемся с контрактами. Два раза, представляете? Один тот же игрок. То есть в игре больше... У меня сколько там? Около двух тысяч карт, наверное. И мне два раза попался один тот же игрок. Но это ненормально, конечно. Джейсон, здравствуй. Наверное, я тебя поставлю в качестве тренера. У нас будет два Джейсона в команде. Один тренер, другой игрок. Я давно уже думал об этом. Пришло, наверное, время сделать это. Девятый. Девятый. Пак. И этот Джейк Роудер. Представляете, мне сегодня ни одного еще золотого игрока не попалось. Ни одного. Паки очень недешевые, надо сказать. Очень недешевые. Мне попадается сплошное серебро. Ладно, хоть бронзы, конечно, нет. Хотя бронза сейчас... Хорошая бронза стоит дороже серебра. Если вы в курсе того, что происходит на аукционе, то я вас заверяю, что это именно так. Рип Хэмилтон. Куда же тебя ставить, если будет Глен Райс? Ну, Глен Райс, конечно, уже поиграет чуть-чуть. Я продам потом, когда паки закончатся. Все, ребят, ничего хорошего не выпало больше. То есть только Глен Райс. Вот примерно так. Все. Если это... То есть паки не дешевые. Смотрите, они стоят 67500 VC. Либо 38000 MT. Ну, то есть... Не дешевое, не дешевое открытие паков. Тем не менее, оно было нефигаемое. Посмотрим, как будет с TBT паками. Это будет в следующем видео. До новых встреч, друзья.